Приветствую вас, вы знаете, вот по тексту, который вы написали, я могу предположить, что самым важным для вас таким лейтмотивом проблемы является именно развитие. То есть, вам, в принципе, довольно много написали ответов, да, какие требования к работе, ходят ли они такие, забеседования, что вы, вот у вас тут страх, по которому вы не можете уйти с нынешней работы, отсутствие ясного, четкого представления о желании в конкретной работе. То есть, вот такие вам ответы примерно давали, вот. А если честно, я другие ответы своих коллег не читал, ну, потому что это довольно тяжело и много информации, вот. Я хотел бы просто высказать вам свои позиции и, соответственно, рекомендации вам своей дать уходя из этого. Значит, ага, во-первых, во-первых, поскольку у вас лейтмотив это развитие, вот как вы говорите, что развитие для вас важнее всего, это именно развитие, то есть, не работа сама по себе, которую вы, в принципе, готовы даже сменить и готовы поменять. А вероятнее всего, это даже не деятельность, которую вот вы могли бы, опять же, реализовать. Вероятнее всего, это даже не деньги, которые вы получаете за свою работу. Я думаю, что вся проблема именно в развитии, вам нужно развиться, вам для чего-то, оно прямо-таки жизненно необходимо. То есть, вы нуждаетесь в развитии, ну, вот, у вас нужда в развитии, такая сильная, явная нужда в развитии происходит. Вопрос, на мой взгляд, тогда такой. Зачем? Для чего, для чего вам развиться? Откуда появилась эта матрица? Почему вы ставите ее во главу угла? Почему вы возводите ее в ранг лейтмотива своего поведения? Почему вы так боитесь деградации? Ну, как бы, можно работать на определенной работе, получать определенные деньги, да? То есть, и при этом, например, развиваться, допустим, в чем-то, что вообще не связано с работой никак. Ваши статусы, это может быть бизнес, это может быть, там, что-то еще. Ну, то есть, различные варианты, ну, реализация, вот. То есть, как бы, понимаете, да? Развитие, развитие можно реализовать по-разному, если оно во главе вашего угла стоит. Если во главе угла стоит не развитие, а, например, именно профессиональный рост, да, профессиональный рост, это немножко другое. Если вы нуждаетесь в профессиональном росте именно, то я полагаю, что здесь немножечко, ну, другое, другое, патронное. Ибо профессиональный рост предполагает, что, ну, профессиональный рост, это сопутствующий результат того, что вы делаете, да? То есть, вот я работаю, вот я получаю какие-то, там, деньги, например, например, за свою работу, да? И плюс еще профессиональный рост тут. Правильно? Ну, я полагаю, ну, надеюсь, что правильно. Вот. То есть, профессиональный рост, если вам важен именно рост, то это здесь, наверное, скорее, ну, значимость. Что-то вроде, что-то связанное со значимостью, я полагаю. Вот. И значимость, это уже немножко из другой оперы. То есть, если вы хотите быть значимым, если вам не хватает значимых, если вам не хватает оценки, если вам не хватает заметности своей, ну, своей собственной заметности, то тут уже момент, конечно, немножечко другой. Этот момент связан, на мой взгляд, больше с тем, что вы, ну, может быть, не уверены в себе, что в чем-то, где-то, как-то. Вот. То есть, вот, для начала, первое, что нужно сделать, это определиться с тем, чего вы хотите. Если развитие, если развитие, то для чего оно? Если профессиональный рост, то, опять же, что за ним стоит? Понимаете? Потому что у меня складывается ощущение такое, что вы играете в такую игру, что вот я хотел бы, да, но у меня не получается. То есть, вот, я искал НХХ, кадровые агентства, ничего не получается. А что искали? Какую работу-то искали? Чего хотели-то вообще? Что нужно? Вам-то вообще есть, чего вы желаете? Как-то. Ну, вот. Далее. Значит. Мне 31 год. Я работаю 7 лет на одной работе. Ну, в общем, да. Полагаю, что за 7 лет может надоесть. Объеделенно. В начале, когда я ее получил, она мне помогала развиваться. Вырос до уровня руководителя, и последние 3,5 года все остановилось. Так, ну, подождите, подождите. Значит, я работаю 7 лет на одной работе. В начале, когда я ее получил, она мне помогала развиваться. То есть вы устроились на работу только для того, чтобы развиваться? Получается. Ну, вот, по факту. То есть не потому, что вам нравится то, что вы делаете. Не потому, что вас устраивает то, что вам нравится. А не потому, что вас привлекает, ну, я не знаю, может быть, деятельность, которой вы занимаетесь. А именно развитие вам нужно. То есть вы работаете именно для того, чтобы развиваться. А почему вы развиваетесь тогда через работу? То есть, как бы, если для вас актуально развитие, то при чем здесь работа? Работа это просто работает, а не развитие. Профессиональная реализация, то есть выполнение определенной деятельности, занятия определенным видом деятельности, это одно, а развитие, то есть охват новых каких-то вещей, новых каких-то сфер деятельности, да, это другое. И как бы ситуация, вот, на мой взгляд, ну, довольно неоднозначна на самом деле. Понимаете, какая штука? То есть, если вы подразумеваете немножко другой момент, да, если вы подразумеваете немножко иное, например, что работа давала вам, допустим, развиваться, там, ну, может быть, ну, может быть, ну, по какой-то другой причине, да, то есть, ну, более понятной для вас, возможно, то это уже другой момент. Но это, ага, это нужно разбирать на самом деле. Это нужно разбирать опять. То есть, что для вас означает, как бы, развитие программы. И как оно включено, интегрировано в рабочий процесс, да, еще раз. А вы можете просто учиться, например. Учиться и в процессе обучения развиваться, если вы не хотите, не хотите деградировать, как бы. То есть, деградация, это состояние мозга, состояние интеллекта, ну, умственных способностей, да, вот. И если вам этого не хочется, если вы боитесь, что у вас будет это, если вы боитесь, что у вас будет деградация, то, соответственно, нужно постоянно мозг тренировать. Причем здесь, причем здесь работа, чем здесь работа, для меня, если честно, непонятно. Ну, вот именно здесь. То есть, понимаете, нужно выявить связь. Если вы, например, хотите развиваться, но видите развитие для себя только в работе, например, то это ваше ограничение. Это ваша собственная защита, да, от развития. То есть, вы сами себя ограничили целенаправленно от, ну, там, от развития. То есть, я могу развиваться только вот, только на работе, например. Я могу развиваться только в работе. И все. А почему только в работе? Как бы, с чем это связано, что только в работе? Почему? Может развиваться можно и не только в работе. А если вам нужно именно работать, то вполне вероятно, что вы хотите кому-то что-то доказать. Понимаете? Какая штука. Вы хотите кому-то что-то доказать. Ага, ну вот, как это видится мне. То есть, ну, можете кому-то что-то доказать. Можете пытаться кому-то что-то доказать. Например, например, своим, там, родным, своей, там, может быть, семье, да, и так далее. Ох. Этот момент здесь именно такой. Если вы кому-то что-то доказываете, то вопрос кому, что и зачем. Понятно, о чем мне это речь. Я надеюсь. Дальше. Значит, она мне помогала развиваться. Вырос до уровня руководителя отдела, последние три с половиной года все остановилось. Я полностью деградировал. Так, ну, выросли вы до начальника отдела. Ну, это здорово, что вы выросли до начальника отдела. А вы сами чего, больше хотите? Вы вам самому что нужно? Нужно чего-то большего? А зачем? Чего-то большее вам нужно зачем? Для чего? Как? Чтобы в работе чего-то достичь или для какой-то другой цели? Зачем? Ну, зачем вам развиваться? Дальше. Ну, достигли вы постана начальника отдела. А чего дальше хотите? Что можно для этого сделать? Знаете, какая штука? Чего хотите и что я могу для этого сделать? А чего развиваться? Окей. Работать на это не могу, не могу. Что я могу сделать для того, чтобы развиваться? Дальше. Сам. вот сейчас какие-то там тренинги посещать, да, может быть? Какие-то там мероприятия, что-то узнавать новое. Разве это не развите? Так, я пытался искать работу через КХ, кадровые агентства, ничего не получается. А, и что именно не получается? Что именно не получается у вас? В чем фрустрация, предмет фрустрации каков? Работы подходящей нет? Или что? Или вы просто боитесь, например, того, что на новой работе будете более, может быть, или менее защищены, например. Чего боитесь? Знаете, какая штука? Непонятно. То есть, может быть, ничего не боитесь, но как бы, как бы, что не получается? Ведь что-то что не получается, значит, какие-то надежды есть, какие-то желания, какие-то ожидания есть, да? Также странно, что вы человек с 7-летним опытом работы, да? Значит, ну, не можете найти себе новую должность с учетом того, что вы начальник отдела, то есть, опыта у вас много. Вот. И здесь, как бы, только в том, что, либо вы неправильно ищете, либо у вас то место, в котором вы работаете, то место, на котором вы работаете, устраивает. Целиком и полностью. Вот. Но ведь это ваше уже как бы субъективное восприятие того, что происходит. Это ведь уже ваша субъективная особенность вот как бы в контексте данной ситуации. Работа здесь ни при чем. То есть, то, из-за чего вы фрустрируетесь, дает для вас проблему. Надо найти источник фрустрации, то есть, что хотите получить, чего недостигаете и подкорректировать способ, чтобы подобрать адекватный для того, чтобы получилось. Далее, вы еще в этой компании непонятно. А зачем? Зачем? для чего? Ну, как бы понятно, что везде есть потолок. Так вы профессионального роста хотите или чего? Какого развития хотите? Вот. Две недели назад я заткнулся на вакансию мечты, о которой я мечтал. Проектная работа на год, которая давала много возможностей и связей. Зачем? Зачем вам много возможностей и связей? Для чего? Чтобы что? Что вы пытаетесь через этих людей реализовать? Что вы пытаетесь через эти связи получить для себя? Я прошел три собеседования через кадровое агентство и был в полной уверенности, что будет финальное с боссами, так как на все вопросы я отвечал до малейших моментов, что вызывало кудровяка приятное удивление. И у вас не получилось почему-то. По какой причине не получилось? Почему вакансия мечты единственная, если вы развязка хотите? Знаете, развитие развитие? Это по сути постигание чего-то нового. Вот развитие именно, если мы говорим про развитие. Вы здесь как бы выбираете, вы здесь как бы говорите, что вот мне это не устраивает, мне вот не нравится, мне вот есть работа мечты. Так как вы развиваться хотите? Может все дело не в развитии, а в амбициях например ваших и переживаете вы именно из-за своих амбиций, то есть вы у вас есть ожидания, у вас есть какие-то потребности, а вам этого не дают как вот так амбиции это здорово, но амбиции должны соответствовать вашим возможностям. Если у вас есть возможности, то переживать из-за этого не стоит. То есть просто нужно ждать, нужно просто смотреть, нужно просто как бы быть на чеку и обязательно ваш обязательно вот то, чего вы хотите, да, обязательно появится, обязательно будет, вот, если вы именно работу хотите. вакансии что как бы вакансий одних не бывает, то есть будут еще вакансии обязательно, вот. Знаете, какая штука? Но здесь опять же, здесь нужно определиться именно с тем, именно с тем, что вам нужно. После этого вообще разбит, как будто трактором прошлись по мне. А из-за чего разбит? Что вы не получили? Что вас не оценили? Вы недостаточно значимым оказались? Так, если вам нужна значимость, если вам нужна значимость, то нужно с людьми взаимодействовать, нужно к людям отношения проявлять, ну вот, такое, как вы хотите, да, такое, как, как вот, ну, такое отношение, какое вы сами для себя считаете адекватным, хорошим. И наоборот, если люди недостойны, по вашему мнению, отношения, которые вы как бы проявляете, то и не нужно его проявлять вообще. Понимаете? с причинами того, почему вы разбиты, нужно разбираться. Развитие никак не зависит от работы, а работа никак не зависит от развития. Понимаете? То, что вы совместили работу и развитие, говорит о том, что для вас работа всего лишь средство. Это не та деятельность, которой вы бы хотели заниматься, иначе бы она вас устраивала. любимая деятельность, любимая должность, доход нормальный, все в порядке. Правильно? Вот. Я не понимаю, что меня не отпускают с работы. Здесь не очень понятно. Вы не описали ни одного симптома того, что вас что-то не отпускает с работы. вы описали то, что у вас не получается найти работу. Это да. Но вы не описываете того, что вас что-то не отпускает. Вы не говорите, что я не могу уйти с работы. Вы не говорите, что я хочу уйти и не могу уйти. Например. Этого вы не говорите. из этого я делаю вывод, что вы животное не договариваете. Работа вас удерживает стабильностью, может быть, определенностью, может быть, ответственностью перед семьей. Допустим, вы же должны семью содержать. как бы для вас это важный вещь, да, а тут получается, что вы хотите место работы сменить, да, вы хотите сменить работу, и получается, что семья останется без обеспечения. Вот, поэтому вас это и удерживает на работе. То есть, как это видится мне, да, что вы оказались таким, знаете, заложником, заложником того, чего вы хотели бы. С одной стороны, вам нужно развитие, вот, а с другой стороны, вы отчаянно нуждаетесь в том, чтобы сохранить тот же доход. Вот, почему-то для развития своего вы не видите другого способа, кроме как работать. А это довольно узкий взгляд именно на развитие. Потому что, как я говорил, как я говорил вам, то, что развитие к работе не имеет ничего общего, абсолютно. абсолютно. Так что подумайте, что вы вкладываете в развитие, подумайте, что вы вкладываете в эволюцию, подумайте, что вы вкладываете в слово деградацию, что это для вас, почему вы так ее боитесь, почему вы обязательно должны развиваться, для чего вы это делаете, кому вы что-то доказываете. Вот. И обязательно проанализируйте то, что вам дает работа на сегодняшний день. То есть, что она вам предоставляет, что она вам обеспечивает, чем она вам дорога, чем она вам полезна. А вот не отпускает вас, то, что вас что-то не отпускает с работы, как вы говорите. Это все-таки ну, о чем вы не говорите. Об этом вы не говорите. Об этом вы не рассказываете. То есть, что-то вас удерживает на работе, а что непонятно. Что непонятно. абсолютно. Вот. Вот, ничего нет такого в вашем тексте, чтобы указывало на это. Но если что-то удерживает, значит, это какая-то обязанность, какой-то долг, должествование. в вашем И вам именно больше всего, ну, скорее всего, вам толстнее всего именно это. То, что вы должны, например, своей семье, вы должны, например, вашим родным, вот, отдаются А, соответственно, ваши желания, они, как бы, ну, отдаются нереализованным. Вот. И у вас нет другого способа, кроме как свое желание реализовать в работе. Это на самом деле неправильно. потому что, как бы, ну, я вам об этом, в принципе, рассказал уже. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.